Всем доброе утро, дорогие наши зрители и подписчики канала на youtube. Эй, повернись, подскажи, пробубнувши там под нос себе. Так, у нас 25-е, господи меня, августа, у меня уже все. С утра я, как не знаю, бешеный человечек называется. Сначала Ироника у нас никак не хотела подыматься в садик, ни в какую. Я буду спать, я хочу спать. Хотя вчера легли они, напомню вам, 10 часов вечера, то есть это абсолютно нормально для них. Ложились и позже, подымались нормально, но после выходных лень матушка встать. Хотя вчера стало утром рано. Так, ладно, факт не этого. Сейчас мы сломя голову уже несемся. У Владика сегодня последний турнир заключительный, но несемся мы сломя голову не из-за этого, а потому что Владик уехал уже. У него сбор 19, но он забыл дома бутсы. Мы собирались ехать к первой игре, в любом случае, конечно, но просто думали, что опоздаем на 5-10 минут, если что, в крайнем случае, ничего страшного не будет. А тут я захожу в ванну, и на батарее весь лежат его бутсы просушиваются. И тут-то мне чуть не поплохало. Я ему звоню, у меня, честно, мне не было даже слов нормальных, потому что я говорю, как можно было уехать из дома, да, Илюшкин, собрать форму, положить все и оставить дома бутсы. Причем я ему про них напомнила. Нормально на улице. Нормально на улице. Короче, и вообще я в таком шоке. Он мне сейчас звонит, мамочка, пожалуйста, поскорее. Я говорю, извини меня. Я говорю, я не летаю, и все зависит не только от меня, но от маршрутки, как она будет ехать и насколько быстро она сейчас приедет, когда мы ее будем ждать. Вчера мы, ну, все равно минут 7 постояли, в любом случае. Да. Ну, времени у нас... Вчера мы уехали спокойно, Илья, правильно? Никогда не спешили. А сегодня мы несемся сломя голову уже. Так, все, побежали. Уже бегом до остановки, то мало ли. Три? Первую игру выиграли. Со счетом 2-1, по-моему. А сейчас мы собрали второй по нулям, да. И, короче, короче... Мы вчера выиграли один. Короче, в итоге, в итоге, в итоге сейчас будет серия пенальти. Туда, в центр поля. И в итоге сейчас будет серия пенальти, а это, кажется, уже лотерея. Кому повезет, кому не повезет. Трое или пять, вроде бы, не могу понять. В итоге, в итоге, кто победит. Ой. Так, ну что, не успели мы приехать домой? Так, Лать, расскажи хоть. Что? Мы приехали домой. Нет, как вы сыграли? Хорошо. А, ну сыграли нехорошо. Нет, сыграли-то нехорошо. По нулям, да. Мы сыграли нехорошо, но просто потеряли пенальти. У нас нет нормальных игроков, которые умеют бить. Нет, у нас умеют ли? Но есть те, которые... По пенальти, они профухали, скажем так. И было понятно уже сразу, когда вышел последний игрок в бит-пенальти. Мы уже с водителем все вернулись и сказали, все, шестое место. Мы смирились. Потому что знали, что этот игрок не пробьет никогда в жизни. И не понимали вообще, зачем тренер его выпустил. Ну, это было решение тренера. Он его выпустил, значит, я посчитал нужным. Поэтому по итогу они заняли на турнире шестое место. Ну, хотя бы шестое, а не... Не последнее. Нет, просто дело в том, что, я говорю, этот турнир вообще был, я считаю, не к чему. Просто чисто подготовиться, да. Просто, кажется, разминка такая, разминочный турнир. Потому что дети только вышли с летних каникул, скажем так, без тренировок, без всего. Тем более играли на... Господи, как он называется? Газон этот. Не искусственный, но на настоящем поле. И, соответственно, соответственно. Кришланова, приехали домой сразу же. Господи, я подавилась. Покушали. Награждение, естественно, ждать никто не стал. Потому что, во-первых, оно в 5 часов вечера. А, во-вторых, награждать некого. Это два. Быстренько покушали, пероделись. И сразу отправляемся в магазин посмотреть детям что-нибудь из обуви. Не знаю, подберем, не подберем сейчас, но... Ничего не надо. Да у тебя вообще ничего не надо. Ты можешь вообще босиком у меня ходить? Только красотки. Да ты что? А сменка тебе не нужна, конечно же. Нет. Нет, конечно. Можно босиком ходить, правда, по школе. Почему бы нет? Он там ждет впереди нас Сергей с Илюшей. Да он вообще красотки. Я сейчас очень долго пыталась выбрать себе кофту. Потому что меня все бесит, меня все раздражает. На мне все висит. Даже так... Вообще, короче, все плохо. Да, короче, мне все плохо. Чтобы я не одела, на мне все висит практически. Даже из кофт, блин. Ладно, хоть юбка на резинке. Я что, одна же вторая? Не растянутая. А то вообще был бы караул. Просто бы караул. Я вообще не могу всего. С одной стороны, хорошо, что худеешь. С другой стороны... А? Идем. Идем. Ты что, меня сфотографировал, что ли? Нет, я просто с моими руками. А-а-а. Нормально или нет на улице? Сережа, так поздоровался издалека? А ты-то, типа, не здоровался? А, ну да. А, ну да, правда, что... Все, идем на маршрутку. Меряем форму Илюши. Ой, вообще, я смотрю, у меня сердце сходится. Смотри, что мне? Сейчас что-нибудь смотреть. Не снимай пока. Сейчас не смотреть. Тут нет. Так, Илюшка у нас в форме почти. Вот так вот это выглядит пока. Илюша, повернись к нам, пожалуйста. Телефон-то свой убери, господи, боже мой. Блин, где мне нравится. Ну, не могу. Так, давай, смотри. Так, что там дальше у нас? Я очень не объясняю. Тут у нас что? Тут не телефонные разговоры. Нормально, нет? Ой, лазерка. Подожди, сейчас. Поднимай, поднимай. Поднимай, поднимай. Потише. Да, Илюшка, поднимай, все. Пришли, все, закупились мы в магазине, и теперь мы находимся в Европе, на положитель. Что? Очень долго мы там были? Ну, что, в лесу, в лесу. Я вспомнила, что там устала, честное слово. Вот, в магазине, выбиравшись, все. Вообще, мы выбрали, Илюша, пару кроссовок. Сереж, знаешь, что надо взять? О, боже, наконец-то мы дома. Дай-ка на что сегодня. Да, Вероник? В садике одна осталась? Пошли посмотреть. Посмотреть. Вот, побросали, вот помчались. Скорее, смотри, как новка у Вероники. Как новка? На Веронике. Самокат. Самокат, да. Сейчас, блин, скажу. Ой, на больше. Даже не разулась. Боже. Начинается, начинается. Пока еда. Короче, купили мы и Веронике новый самокат. Дело в том, что цена его была 700, 699, не 800 даже. Такой же был на Илюшу, но мы не стали брать из-за того, что вот сейчас, кажется, докататься, все, то есть до следующего года он будет ему маленький, в прямом смысле этого слова. У него есть. Да не то, что есть, в чем-то есть. Есть у него уже плохой самокат, который нужно выкинуть. А то, что факт того, что он в следующем году на него не сядет, он будет на него слишком маленький. Дальше большой. Дальше не станет. Большая? Мне кажется, высоковат роль. Куда я варежу еще? А, всего... Это минимум, наверное. Это минимум, да. Ну, я же, я был с учетом на следующий год. Ну, сейчас тебе выгадайся. Да, Илюша прокатится сейчас. Можно это, Ладик? Он тебя не выдержит, Ладик. Почему? Масса, масса маленькая. Ты что? Масса тела. Ты что, у вас колеса, у вас колеса? Ага, у него 40... Чем-то? 41. 41, ага. В смысле? Мать, хочешь колес? Тут не написано. Владик, они рассчитаны. Мое, мое. Грани, ты довольна, доченька? Мое. Ну, дай тебе кружочек. Твое, ну, кое-что не денется. Твое, самокат. А я попробую тормозок. Вероника на тренировку. Тормозок, да? Да, мы сегодня на тренировку не попали с Вероникой. Потому что просто тупо уже опоздали. Ну, все, все. Я, в общем, была на следующий год самокат. Думаю, вот поэтому на этом докатаешься. Ну, теперь уже все, по-моему. Так, ну что, купили мы почти все к школе. Почти все к школе. Осталось там совсем по мелочи, да? Ну, мы купили для нее стратки, купили. Да, у нас там вопрос по спортивным костюм стоит под вопросом. Что там нужно? Либо там были шорты и футболка, либо спортивный костюм. Дочь, довольна? Ой, такая довольна там, и все. Ну, все, все, Илья. То есть, 700 рублей, 699, это вообще... Мы даже это дороже покупали. Веронике, которая у нее. Куда вы комнату потащили к себе? Дороже покупали, которую у Вероники сейчас. Он будет у Вероники стоять. Ну, тысячи двести, наверное, брали его. Пусть нам как-то покатается, Илья. Пусть катается. Илья, что ты его захватываешь сразу? Все начинается, дележка самоката. В следующем, может, другой посмотрим. В следующем, надо больше брать. Не такой, как этот, а уже намного больше. Ле, как мне? Давай, давай. Довольная. Недаром, скажи, сидела в саду одна. Так, давайте, Ларь, убрали вещи свои. Да, покупки в школе мы снимем отдельно. Завтра отдельно видим с него. Пока там без костюма, без всего. Но отдельно видим, уже снимем как бы все это. Ну и без спортивного имею в виду. То есть, завтра уже выложу ролик про... Ну, да, что надо, что... Там, наверное, еще что-то купить. Да. Основной взяли. Основной мы все купили, да, все, что надо было. А я, может, за садик поеду? Ну, у них все оставляют самокат, потому что у садика. Там же охранник, камера, в принципе, не должны. Хочешь за ним в сад в сад поехать? Да. Ой, да, да. За сад, за сад, за сад, за сад будут ходили? Ну, за сад, наверное, да. За сад, я думаю, да. С утра без истерик не встанем и идут. Все замечательно. Дочь довольная. Так, ну что, как и сказали, что заходили. Также еще в этот, в Европу, где немножко снимала. Там музыка помешала снять дальше, да, что я забылась. Так болтала, болтала, хорошо. Купили овсянку, овсяные хлопья. Там десяток яиц тоже. Яйца там были дешевые, по 50 рублей. Короче, С0 были. Дальше майонез большой, 70. С чем-то рублей, прямо с копейками, с какими-то там 72-73. Так, короче, пачка макарон щебекина. А, это дети попросили этих корнерсы. И мне понравились. Мы брали немножко другие, правда, но эти тоже не пробовали. Батон. Их производство вообще по 19 рублей, что ли. У нас потом сейчас стоит 30 рублей обычный. Литр молока, шоколадка. Сереж, 34 или 37? Альпенгольд. Альпенгольд 34 или 37? А, конечно, ладно, я хочу что-то. Альпенгольд 34 или 37 рублей стоит. А, 39. О, сбрехала. Чай черный. И немного помидор. Все. А, сметана еще забыла. Сметана. На сметанах тоже была по акции 20-процентная. Поэтому. Смотрите. 15 минут 8. Почти кошмар, кошмар, кошмар. Целадь не прогуляю. Как уехали из дома, сколько мы уехали? В 3, наверное. И вот только-только приехали. С ума сойти можно. Кстати, я так договорила про кроссовки. Представляете, Илюша выбрали кроссовки. Все уже померили. Все замечательно. Все. Мне вообще идеально понравились. И когда уже на кассе стоим, наших пар кроссовок нету. Их просто нету. Понимаете? Мы обыскали все. Вошли работники магазина. Искали по полку. То есть, куда они исчезли. То есть, либо работник. Потому что дело в том, что работник магазина забирал из коробки и относил на кассу, пока мы там ходили, выбирали дальше. То ли он куда-то пихнул, то ли он поставил куда-то пихнул на полку. То есть, не туда. Короче, в итоге не нашли. Пришлось выбирать другие. Я, конечно, психанула сначала. Я говорю, господи, да что это такое? Я говорю, я хочу им на Тегру кроссовки. А таких же илюшного размера больше не было. Я, короче, вообще с таким психом-бзиком, блин, ну, что делать? Пришлось выбрать другие кроссовки. Так, все, убираю продукты в холодильник. И надо готовить ужин быстро. Нет. Потому что... Иди переодевайтесь. Мы ничего не наденемся. Они еще никак ничего не едят. Да вообще. У меня ноги говорят, что не могу. Так не дарят. Ну, что сделать, смотри. Отварили макарон на ужин побыстрее уже. И готовим к овощу и рагу. Как вы сделали? Сверху поливаем баклажан, кабачок, морковка, лук. А, где-то чеснок у меня уже было. Господи, точно. Чеснок надо порезать сюда. Кажется, чесночка. И шальпиньоны. Больше мне нравится резать шальпиньоны. Рука-пирь не порезает, все равно не ужарится. И макарон с ней толку особого нет. Чтобы там прямо мелко резать там или как-то это. Как порезал, так порезал. Сейчас это чуть пожарится. Буду добавлять туда шальпиньоны. И еще головку чеснока. Ой, головку. Ну да. Дольку чеснока. Вот сказала. Головку чеснока. Сама стоит изображать. Думаю, что я ляпнула вообще? Так, там мне варится собачья еда. Все, овощи мои готовы. Вот так вот они у меня выглядят. Очень-очень аппетитно. Очень-очень вкусно. Тут макарон. Ай! Ударилась крышку. Макарончики. Сейчас детки домываются. Вероника уже помытая. Сейчас пошли мальчишки в ванну. Будем кушать, ложиться спать. У меня столько энергии, сколько у наших детей. Какой-то караул вообще. Я тоже хочу столько энергии. У меня уже сил по вечеру нету просто. А Илюша еще хоть бы хны бегает. Что Вероника, что Илюша. Бегают, прыгают. Даже Владик с ним уморился. Я говорю, я думаю, он же придет домой. Скажет, мама, можно я хоть там часочек погуляю? Он смотрит, сел хоть, мама, я еще никуда не пойду. Я говорю, что такое? Он говорит, у меня ноги болят, все болит. Сил никаких нету. Ну, понятное дело. Устал ребенок, конечно, тоже. Три дня турнира дают о себе знать. Плюс ко всему, все-таки с нами помогался магазинам. Поэтому, поэтому, поэтому. Так, завтра обязательно выйдет видео. Ой, блин, я еще влог не монтировала. Видео, видео, видео о школьных покупках. Все вам расскажем и все вам покажем. Итак, у нас время 10 часов вечера. Все ложатся по кроваткам спать. Все устали, да? Илья, выключаю, да? Все, Владика. А ты что пришла? Ты уже поела? Да, Владик, уже все у нас. Вот, вон. Зато вот она пришла, развалилась сразу же. Что это такое? Ты решила поводиловаться, Герда? На камеру? Да? Уделываться решила? Она хочет всем пока. Она хочет всем пока сказать? Наелась? Чавкаешь, лежишь. Так, все. Тоже спишь? Угу, я вижу. Я отправляюсь в ванну мыться. И тоже укрывать ложиться я уже не могу. Здесь грязи сил нету сегодня. А я подняту саду. Да, я вообще-то думала, в следующем году, летом, она уже хочет завтра на нем поехать в сад на самокате, на новом, на своем. Да? Мам, я уже умею кататься. Умеешь? Что скажешь, что не умеешь? Так, ладно, все. Надеюсь, мы с вами прощаемся. Сегодня такой у нас долгий день. Как-то устали очень сильно все. Все в хорошем настроении. Всем пока-пока-пока!